Покровский храм Дербента отметил престольное торжество. После архиерейского богослужения по улицам города прошел крестный ход от Покровского храма до Площади Свободы, где до 30-х годов XX века стоял собор великомученика Георгия Победоносца. Здесь состоялось освящение мемориальной доски в память о разрушенной церкви. В день покрова Пресвятой Богородицы и Божественную Литургию в Покровском храме Дербента возглавил епископ Махачкалинский и Грозницкий Варлаам. Службу посетили не только простые горожане, но и представители администрации. Важным событием стала передача храму частицы Покрова Божьей Матери. Святыня была доставлена из Италии в дар христианам Дагестана стараниями руководства сайта рублев.ком. Затем состоялся крестный ход на Площадь Свободы, где в середине XIX века был построен Георгиевский храм. В 1938 году он был уничтожен, а отныне на этом месте будет мемориальная доска. Наверное, это какая-то связь времен, это дань уважения к прошлому нашего города, к его истории, к его многоконфессиональности и нравственному, духовному, наверное, содержанию. Этого святого почитают не только православные, но его почитают все жители на Кавказе. Это небесный покровитель Кавказа и явный учитель веры. Сегодня мы, присутствуя здесь, в древнем городе Дербента, воспоминаем историю, которая свидетельствует нам, что когда раньше строились и храмы, и мечети, то люди разных национальностей, разных вероисповеданий, вносили свой посильный вклад на строительство этих святынь. Для нас это должно быть примером и в нашей настоящей жизни. Мы совместно должны созидать свою родину, мы совместно должны строить места для молитвы, Мы совместно должны украшать свои города, а наипаче беспокоиться о том, чтобы все мы, люди разных национальностей и вер, проживали в мире, ибо один у нас дом, имя которому Россия. Епископ Фарлаама светил мемориальную доску и от имени святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла вручил мэру Дербента Малику Баглиеву медаль в честь тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира.